Привет, всем привет! Добро пожаловать на мой видео, канал снова. Меня зовут Юлия Прелл, и на этом канале мы говорим о косметике и красоте. В этом видео мы будем говорить с вами, как вы уже поняли из названия, о палетке Наташи Диноны Retro Palette. Потрясающая красивая упаковка, которая подходит к моему платью, как нельзя кстати. Я заказала, вернее предзаказала эту палетку с официального сайта Наташи Диноны, и вместо того, чтобы прийти ко мне через два дня, она пришла ко мне через почти шесть дней. И это не только со мной так получилось. Очень многие, допустим, Саманта Марч заказала так же, предзаказала палетку с сайта, и она вроде как к ней до сих пор ехала. Поэтому, наконец, она ко мне пришла. Итак, эта палетка, она не то чтобы взорвала бьюти мир, как это было с палеткой Glam Palette, но все-таки сердечко многих пошатнулось, когда они увидели эту палетку, вернее цветовую гамму ее. И самое главное, цена этой палетки составляет всего лишь 65 долларов. Это ее миди-палетка, это гораздо более доступно, чем ее палетки за 125 долларов. Палетка выглядит сама вот таким образом, она в таком красивом нежно-розовом цвете, мне очень нравится оформление ее. Не так часто видишь такой красивый цвет палетки. Треться очень красиво, я не знаю, мне очень нравится розовый цвет, как вы, наверное, уже заметили, но это очень мило. Итак, немножко информации. Эта палетка сделана, как и все палетки Наташи Диноны в Италии. Срок годности ее составляет 24 месяца, и в этой палетке мы получаем 15 оттенков. Почему-то, когда я увидела промо-фото в первый раз ее на Trend Mood, я была уверена, что эта палетка, она прям мягкая розовая, а не то, что она будет уходить в бордовый какой-то цвет. Что вы, наверное, уже тоже знаете, это то, что эта палетка была вдохновлена ее палеткой мини-ретро, которая выглядит совершенно по-другому. Если сравнить эту палетку ретро, миди и маленькую, это будут совершенно разные палетки из совершенно разных стихий, я бы сказала так. Мы все были удивлены в Бьюти Мире, когда увидели, что это продолжение ее мини-ретро палетки. Упаковка, она осталась такой же, она в очень милом, опять же, цвете, очень все красиво смотрится. На обратной стороне мы можем видеть название оттенков, чтобы вам можно было легко понять, что это за оттенок. На обратной стороне написано также, что очень здорово, как использовать разные тени в этой палетке. Так, например, матовые оттенки Наташа Динона рекомендует использовать, используя пушистую кисть. Но когда дело будет касаться металликов и дуахромов, и также кристальных оттенков, она рекомендует использовать либо плотную кисточку, либо кисточку смоченную, например, MAC Fix Plus или водой. Таким образом тени будут смотреться гораздо эффектнее на глазах. Ну что, ребят, давайте перейдем теперь к свотчам, мне кажется, мы все их ждали. Сейчас я буду показывать вам свотчи, начиная с самого первого оттенка, то есть слева направо, слева направо. Первый оттенок называется Glitz, очень мягкий по своей текстуре также, и он невероятно красиво смотрится, когда его свотчишь. Следующий оттенок называется Andy, это как такой Barbie Pink. Мне очень нравится этот оттенок уже. Следующий оттенок Jude. Оттенок Mode, это просто обычный белый оттенок. Далее оттенок Vivienne. Далее оттенок Groove. Оттенок Apart. Оттенок Psychedelic, это, мне кажется, украшение этой палетки. Посмотрите на то, какой пигментирован этот оттенок, и какой он блестящий. Далее оттенок Goal Go. Оттенок Patty. Оттенок Swing. Nude Mouth. Для такого нюдового оттенка он очень хорошо фигментирован, это факт. Очень нравится, хоть он не прям вау, слочится. Оттенок Rebellion. Hello. И последний оттенок называется он Amara. Ну вот мы посвочили эту потрясающую палетку. Честно, я в восторге от того, как она свочится. Все оттенки, они как масляные. И на удивление, даже матовые оттенки, они шикарно смотрятся, когда я их свочила. Кстати, очень интересный факт, помимо, собственно, очень мягких матовых оттенков, здесь также есть, насколько я поняла, два кремово-пудровых оттенка. А именно вот этот потрясающий пыльно-розовый и оттенок Rebellion. Вот этот красивый оттенок Burgundy. И, в общем, да, я надеюсь, что эти оттенки будут так же красиво ложиться на глаза, как они и свочились. И, наверное, потому что я давно не использовала тени от Наташи Динона, я была приятно удивлена пигменту в формуле этих теней. И самое главное, эта палетка доступна на всех платформах, она доступна на сайте Наташи Динона, она доступна на Beauty, лишь если я не ошибаюсь. И вот в Sephora она есть только пока в онлайн-доступе. Если бы я знала, наверное, все-таки я бы заказала ее через Sephora. Таким образом, она бы пришла бы ко мне гораздо раньше, чем с сайта Наташи Динона. Так как мы уже поговорили обо всем, давайте перейдем, наконец-то, к макияжу с палеткой от Наташи Динона Retro Palette. И, кстати говоря, я уже нанесла на глаза свой праймер от Urban Decay. Это мой постоянный праймер, который я использую почти каждый раз, когда я делаю макияж глаз. Я хочу начать с этого белесового оттенка, чтобы закрепить мой праймер. Мне, в принципе, нравится, как этот оттенок ложится на веки. Он может очень легко выбелить веки. Почему-то он как бы, как будто бы не совсем равномерно наносится на мой праймер. Но я точно вижу, что он прям такой белесый-белесый. Но, в общем, окей, бывает. Далее я хочу взять оттенок под названием Nude Mouth. Оттенки именно матовые в этой палетке, они на удивление насыщенные. То есть обычно, вот если вы встретите вот такой оттенок в любой другой палетке, он, скорее всего, будет казаться вам, ну, почти не видным. Его, скорее всего, почти будет невозможно заметить на коже. Но этот оттенок при сводчинге, он прям показал себе самой лучшей стороны, надо сказать. И я хочу просто нанести его поверх моих белесых теней. Такое ощущение, что он уходит в какой-то синеватый цвет. И сейчас я вот, когда никуда не иду, я нахожусь в дом, например, люблю делать такой макияж, просто наношу какой-нибудь нюдовый оттенок, темно-коричневый, например, оттенок, и просто тушу его вот таким образом, и выбеливаю здесь белым каким-нибудь оттенком уголок глаза, и тадам, макияж готов. Вроде такой легкий, но из-за такого простого макияжа вы выглядите в разы-вразы лучше. Ой, не этот глаз. Мне нравится, как он ложится. Хороший такой базовый оттенок, который уходит в какой-то фиолетовый. Далее я, наверное, хочу взять оттенок под названием Amara поверх этого оттенка, но, вау, он очень пигментирован, это очень классно. И я также хочу нанести его поверх этого оттенка, постепенно затемняя вот эту область. Вот знаете, ребят, отличие теней от Antash, Denone и других брендов в том, что когда вы используете ее тени, они как будто бы сами растушевываются, то есть вам не нужно прилагать каких-то огромных усилий, все как будто бы само чик-чик и растушевывается. Это просто сказка. Я уже вижу, что мне нравится растушевка этих теней, хоть это и какие-то такие немножко гранжевые, такие осенние бордовые оттенки. Такие оттенки, они могут быть на самом деле сложными, но мне нравится, как у нас все это смотрится. Очень здорово и красиво. Я немножко отряхну эту кисточку. Я хочу взять оттенок под названием Go-Go, потому что он идеально подойдет к этой цветовой даме. И я просто немножко нанесу поверх этого оттенка оттенок Go-Go. Хоть мне кажется и разницы какой-то огромной прям нет. Так или иначе, эти оттенки, они смотрятся одинаково, когда вы их смешиваете, то есть они выглядят все какими-то такими лиловыми, я бы сказала так. Но это смотрится очень красиво, поэтому мне нравится, что у нас пока что получается. Дальше я хочу взять более темный оттенок, который называется Rebellion. Мне кажется, нам нужно попробовать этот оттенок, потому что у него очень уникальная формула. Он как кремовый какой-то и плюс пудра. Я возьму кисть под номером 01. Кстати, он смотрится гораздо более ягодным, чем я думала. Я думала, он будет выглядеть таким прям темненьким, активненьким. Я просто втушевываю его в нашу предыдущую растушевку с более светлыми оттенками. И я пытаюсь застроить этот оттенок до желаемого мне пигмента. Это получается очень даже красиво смотрится. Далее я хочу взять кисть от Sigma под номером E44 и взять еще больше этого оттенка. Я хочу застроить его прям до такого нормального, активного, потому что я этого не увидела со своей кистью от Raffer, извиняюсь. Вот, этой кистью, мне кажется, я вижу лучший пигмент. И мне это нравится. Это то, что я хотела как раз таки. И немного повожу это наверх. Я возьму тот же самый оттенок под названием Amara. Далее, я думаю, пришло время поиграться с шиммерами. Оттенок под названием Glitz. Я беру кисть от Morphe по номерам M124. Это моя любимая кисть для того, чтобы носить такого рода шиммеры. Конечно, это действительно больше как топпер. Не даст никого пигмента, потому что он достаточно прозрачный. Я возьму кисть от Sigma и немножко потравлю, что у нас вот здесь вот осыпалось вот этого шиммера. Все-таки решила использовать свои пальцы, чтобы нанести этот шиммер, потому что таким образом это все лучше гораздо смотрится. Очень красиво, кстати, мне нравится, как это смотрится. Такой макияж. Он не очень сложный на самом деле, но он будет смотреться очень эффектно. Когда вы куда-то пойдете, вас будут спрашивать, скорее всего, а что ты за шиммеры используешь? Настолько он смотрится красиво. Не знаю, ребят, видите или нет, но у меня есть осыпашки. Думаю, что этого не избежать, потому что такие шиммеры, они очень легко могут осыпаться. Наверное, потому что они такие блестящие и красивые. Мы платим тем, что они осыпаются. Я хочу попробовать этот шиммер под названием Psychedelic, потому что он смотрится шикарно. Давайте будем честны. Тоже достаточно прозрачный, я бы сказала так, по своей текстуре он. И я хочу, наверное, нанести его поверх этого. Вау! Это смотрится очень-очень красиво. Это, знаете, как дуахром. Я бы сказала, он определенно чувствуется как дуахромчик. Очень хорошо дополняет предыдущий шиммер. Мне нравится, как это смотрится. Я возьму вот эти два оттенка, смешаю их и просто нанесу вот сюда. И далее я хочу, скорее всего, взять вот этот темный оттенок. Посмотрим, насколько он темный для того, чтобы использовать его на нижней части ресниц. Надеюсь, что они слишком темные. Да, очень даже красиво смотрится. Кстати, я, наверное, все-таки хочу использовать оттенок под названием Грув. Мне кажется, я его не использовала. Я немного веду это сюда, вправо, чтобы сделать растушевку более законченной. И также хочу нанести немножко оттенка Глитц в околок глаза. Красивущий дуахром. Но, конечно, эти оттенки, когда я использовала оба эти оттенка, они со временем как будто бы опадают. То есть, улетает какая-то часть этого глиттера. И именно для разнообразия я хочу использовать коричневые нюдовые оттенки с этой палетки. И начать я хочу все-таки с оттенка Vivienne. Vivienne, кстати, очень такой мягкий, почти как масло оттенок. И я нанесу этот оттенок поверх моего белого оттенка, который я нанесла зачем-то на этот глаз. Дальше я хочу взять вот этот мой любимый уже оттенок под названием Nude Mouth. Я использую, кстати, кисть от Raffer под номером 15. И я просто нанесу этот оттенок все века, возможно. Я уже использую более легкую руку, когда дело доходит до уголка глаза, чтобы основной пигмент был вот здесь вот. Оттенок Nude Mouth, он очень интересен тем, что он может быть невероятно таким нежным. Но при желании вы можете его сделать достаточно пигментированным, и он отлично затемнит складку века, как это можно видеть. Буквально два раза я макнула кисть в этот оттенок, и вуаля, у меня уже такая хорошая нюдовая растушевка, я бы сказала так. Смотрится красиво на каждый день, идеально. Думаю, что я остановлюсь здесь. Мне нравится, как это смотрится таким образом. Немного сделаю обрамление той же самой кистью. Я уверена, ребят, что если вы смотрите бьюти-видео, вы знаете бьюти-блогершу. Ее зовут Петти Алонс, и вот здесь есть оттенок, который реально в честь ее имени, в честь ее назвы называется он Пэрри. Вот этот вот оттенок. Это очень классно, когда у тебя палетка, в которой есть и рефил с твоим именем. Так мило. На самом деле, оттенок, который меня больше всего привлекает, это оттенок Hello, потому что он тот самый масляный, очень приятный на ощупь, и при этом очень пигментированный шиммер. Но, наверное, все-таки я хочу начать с оттенка Пэрри. Я хочу нанести вот сюда. Да, такой, знаете, нейтральный нюд. Нейтрально смотрится, очень классно подойдет для ежедневного макияжа. Вуальный шиммер, я бы сказала так. Красиво, красиво смотрится. Он реально сливается с нашим предыдущим оттенком нюд маф, то есть они как будто бы из одной семьи оттенков, очень нейтральны. И, конечно же, оттенок Hello, это то, что я хотела попробовать сначала, но не красавчик ли он. Я нанесу его на середину века, и он смотрится просто шикарно, как мне кажется, поверх оттенка Пэрри, но он как будто бы перекрывает оттенок Пэрри. То есть оттенок Пэрри, он как будто бы исчез, его как бы даже не видно. Как-то так. Знаете, мне очень нравится цветовая гамма этой палетки, нюдовая цветовая гамма, смотрится шикарно. Даже не побоюсь сказать это, но цветовая гамма этой нюдовой палетки, она превосходит все мои нюдовые палетки, которые мне пользуюсь каждый день. Поэтому очень возможно, что я буду использовать именно вот эти нюды каждый день. Так как у нас нет здесь никакого серебристого шиммера, я бы сказала так, чтобы немножко высветлить эту зону, наверное, мы будем использовать оттенок Psychedelic. Да, кстати, смотрится хорошо, я думала, что он будет каким-то излишне розоватым, я бы сказала так. Но смотрится хорошо, я буду использовать, наверное, кисть для этого. Кисть под номером 28 от Ruffer. И, наверное, я хочу сначала нанести это сухой кистью, а потом смочить ее спреем. Знаете, он уже даже не виден почти, то есть я растушевала его немного кистью, и он как будто бы исчез с вот этой части века. Интересно. Да, смотрится получше, определенно. Сейчас я посвочила оттенок Apart, вот этот вот, и изначально может показаться, что он выглядит каким-то фляжного цвета, правильно же я говорю? В общем, он на самом деле свочится вот таким образом, то есть он выглядит очень даже подходящим, мне кажется, к нашему макияжу. И, возможно, это будет тот самый оттенок, который идеально будет использовать в складке века. Давайте же пробуем это. Очень даже смотрится хорошо, мне нравится, и он не выглядит таким прям устрашающе темным, как в палетке. Поэтому, наверное, мы будем использовать вот этот оттенок Nude Mouth для того, чтобы оформить наши глаза. Этот оттенок, он хорош тем, что, опять же, вы можете его сделать как очень прям таким ух, насыщенным, так и очень легким. И перед тем, как я закончу оформление глаз, я хочу показать вам, как смотрится это все пока еще без туши. Очень красиво смотрится. У меня ощущение, что я визажист, потому что все это смотрится лично с моей точки зрения красиво и как профессионально. Я не знаю, у меня такого ни разу не было, чтобы я смотрела на свой макияж, который я сделала, и я такая, вау, Юля, ты прям, ты даешь, это круто. Потому что здесь я это чувствую, и мне это очень радует. Поэтому сейчас я вернусь к вам уже через секунду с готовым макияжем, и мы обсудим и сравним эту палетку со всеми палетками, которые у меня есть в коллекции. И вот так выглядит наш конечный образ. Я использовала всего лишь подводку и тушь для ресницы. Мне кажется, мне нравится пока что это без накладных ресниц. Мне кажется, так гораздо натуральнее это смотрится. Кстати, я уже которую неделю использую эту подводку новую от Huda Beauty, где-то она у меня здесь пропала. Офигенная подводка, она настолько тоненькая, что позволяет вам нарисовать стрелку, даже если вы не умеете их рисовать в принципе. Настолько она мне нравится. У меня есть много других подводок, но это именно та, которая у меня тянется рука. Она просто шикарная, ребят. За, по-моему, 19 долларов это стоит того. После использования в первый раз вы будете сами хотеть использовать ее каждый день, потому что она настолько просто делает ваши стрелки хорошими. Вот, мне так показалось, поэтому очень советую эту подводку. И я использовала в качестве туши, тушь от Jeffree Star. На губах у меня комбо из помады от Rare Beauty и также немного блеска для губ от Maybelline в оттенке 007. И также кто-то мне спрашивал в комментариях, Юля, какой ты халайтер используешь? Я использую халайтер от Jaclyn Hill. Я недавно его купила, вот такой он красивущий, дает невероятно классный блеск. Он у меня в оттенке Ice. В общем, мне показалось, что эта палетка, она создана для меня. Розовый цвет, эстетика на высоте, мне очень-очень нравится это. Опять же, изначально думала, что эта палетка мне не понравится. Я думала, ну, очередная палетка Наташи Диноны, все одно и то же, как бы ничего. Ну, в принципе, мы это все видели. Одна и та же гамма сотый раз, да. Но момент заключается в том, что формула у этих теней, она диноновская. Та самая форма, формула, формула теней, которая позволяет быть вам визажистом для себя. Я не знаю, что, может быть, это другая немножко формула, она лучше, чем другие формулы, но я просто в восторге от того, как тени ложатся, как они растушевываются. Очень красиво, вуально, даже не прикладывая усилия. Мне кажется, даже если вы не будете использовать вот эти вот кисти от Raffer, у вас все равно все очень-очень классно получится. Настолько эта формула шикарная. Вот честно, мне кажется, эта палетка, она достойна вашего внимания, если вы обожаете такие розоватые, милые оттенки. У меня есть палетка Mini Love, у меня опять же нет палетки Love, полный, вот это, вот это, да. В общем, если вы посмотрите на эти палетки, я думаю, что можно увидеть, что они супер похожи, опять же, как, наверное, брат и сестра. Почему-то поняла, что если у вас есть Love Palette, то если вам захотелось, например, какой-нибудь вот такой милой гаммы, в особенности вот этого оттенка очень красивого, скорее всего, это у вас есть либо в большой Love Palette, либо в этой мини-маленькой палетке. Далее палетка Glam Palette, естественно, это абсолютно разные палетки, только у них одна цветовая категория, один размер. Понятное дело, что... О, они примагничились, они примагничиваются, круто. Понятное дело, что здесь ничего общего нет. Далее здесь у нас палетка Bronze Palette в красивой коричневатой гамме. Понятное дело, что общего у нас, опять же, ничего нет. Палетка, о которой многие говорили, что она, возможно, может быть палеткой, которая супер похожа на Denon. Честно, мне кажется, цветовая гамма, она супер похожа. Они обе хороши, но все равно, посмотрите, как они супер похожи между собой. Прям это что-то невероятное. Кто-то уже сказал, что это не какая-то новая гамма цветов, которую мы не видели, это то, что мы уже видели, поэтому думать, что как бы вот я куплю эту палетку, это будет что-то новое, нет. У вас 100% есть миллион таких палеток в такой цветовой гамме, но просто из-за формулы, мне кажется, от Denon, потому что она знает, как сделать тени классными. Далее я взяла палетку от Huda Beauty Sand Haze. Что-то есть схожее, но, понятно, возможно, даже, да, есть что-то схожее. А вы как думаете? Я лично вижу схожесть определенно в этих темных матовых оттенках здесь. Она есть определенно. Далее палетка Narvina, которой когда-то хотела я от нее избавиться, но она так уже вся побита, но, в общем, я все-таки решила оставить ее. Потому что я сказала, типа, оставь ее Юля для Project Pen. Я решила оставить ее все-таки, возможно, есть какие-то сходства, особенно вот этот вот розовенький в палетке Narvina, надеюсь, вы это видите. Да, нет, все-таки здесь розовый, он гораздо более ярче, чем в этой палетке. Схожи ли они? Возможно, возможно, да. Дайте мне знать, ребят, что вы думаете насчет схожести. Какая из палеток, которая показала, больше похожа. И палетка Zendo. С ней была такая же история, по сути, потому что она выходила с мини Zendo. И большая Zendo, по-моему, она стоила 130 долларов. 65 долларов тоже стоила. Нет, 130. Я извиняюсь, я вообще-то уже запуталась. Эти палетки, они, конечно, они разные, да. Они разные, 100%. Может быть, какое-то минимальное сходство есть, но все равно они разные. Хотя бы потому, что Zendo это более цветастая палетка. Это 100%, это она более монохромная. Какие-то сходства есть в каких-то палетках, да, но все равно, мне кажется, такой цветовой гаммы я пока еще не видела. Потому что она как будто бы идеально построена. То есть, да, она такая бордовая, но все же в ней есть какие-то вот оттенки вроде коричневого, да, нюдового, которые могут тоже использоваться в этой палетке. Бывает же так, ты покупаешь палетки в бордовой такой гамме, и ты понимаешь, что почти никогда у тебя нет настроения пользоваться этими цветами, понимаете. А в этой классно, что у нас есть и хороший выбор бордовых, и также более приглушенных на каждый день. Поэтому, да, ребята, вот такой на сегодня был обзор на новую палетку Наташи Диноне Retro Palette. Я была безумно счастлива сделать обзор на нее. Изначально я была настроена так не очень, но когда я начала ее пользоваться, я поняла, что вау, это очень вообще-то классная палетка. И я рекомендую вам, если вам удастся урвать первыми где-то, не знаю, заказать на бьюти-лиш или в золотом яблоке она появится, определенно посмотрите на нее. Мне кажется, что она вам должна понравиться, особенно если вы опять же любитель вот таких красивых розоватых оттенков. Поэтому, да, ребят, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее видео. Надеюсь, это видео дало вам много полезной информации, особенно если вы подумываете перед тем, как покупать ее или нет. И, в общем, да, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом запуске Наташи Диноне. Понравился ли он вам или вы считаете, что это уже было, соответственно, это не очень интересная цветовая гамма. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. На этом я буду, пожалуй, заканчивать свои видео. Спасибо еще раз большое, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Ну, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Оставайтесь красивыми. Ваша Юля, и прощаюсь. Все, пока.